МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добро пожаловать в студию. Ну вот, 28 мая у нас прошли выборы по Ленинскому округу. И, как мы уже ранее отметили, 29 мая в Центр избирком поступило сообщение о нарушениях со стороны одного из кандидатов. Расскажите подробнее об этой ситуации. Действительно, вы очень правильно упомянули о деятельности координационной группы оперативного реагирования. Деятельность координационной группы оперативного реагирования регламентирована Конституционным законом Крыгызской Республики о выборах президента Крыгызской Республики и депутатов Джоргенеша Крыгызской Республики. Деятельность координационной группы оперативного реагирования заключается во взаимодействии с правоохранительными органами Крыгызской Республики. В данном случае это органы прокуратуры, Государственный комитет национальной безопасности и Министерство внутренних дел. В этой связи в Центральной избирательной комиссии создана эта оперативная группа. И в рамках территориальной избирательной комиссии эта группа создана. Она работает во взаимодействии с правоохранительными органами. Как вы правильно отметили, каждый факт, сообщение, либо сигнал о нарушении выборного законодательства, поступившее в координационную группу, мы незамедлительно отправляем по следственности правоохранительным органам. Что касается данного заявления, то по данному факту со стороны следственной службы управления внутренним делом Ленинского района возбуждено уголовное дело по статье о подкупе голосов избирателей. И в настоящее время следователями осуществляется расследование. Что конкретно? Какие мероприятия конкретно проводит милиция? Учитывая, что уголовное дело возбуждено по статье о подкупе голосов избирателей, в рамках данного факта проводятся все необходимые следственные действия. То есть это допросы, выемки, обыски, ну вот такого рода следственные мероприятия. А конкретно какой вид правонарушения был зафиксирован? Подкуп голосов избирателей и вот в рамках этого они работают. Я так понимаю, вот это вот, это речь идет об аудиозаписи, да, которая распространилась в сети? Да, аудиозаписи и помимо этого, до этого тоже в социальной сети Facebook, а также от уполномоченных представителей других кандидатов в депутаты по Ленинскому одомандатному избирательному округу были сообщения, были представлены фото-видеоматериалы, где авторы обращения указывали на системный подкуп голосов определенных лиц в пользу кандидатов в депутаты неозаливые. А со стороны других кандидатов, то есть наоборот, в адрес других кандидатов, были ли такие сигналы? Да, тоже есть. На сегодняшний день, вот с момента назначения выборов по Ленинскому одомандатному избирательному округу по 28 мая всего поступило 12 сообщений о правонарушениях. Это я имею в виду те сообщения, которые поступили в координационную группу оперативного реагирования. По характеру они выглядят следующим образом. Из 12 этих обращений 6 составляют факты о возможном подкупе голосов избирателей. 4 это правила нарушения условий агитации, 1 факт зафиксирован о массовом подвозе избирателей и 1 факт о фотофиксации. По 4 этим обращениям со стороны УВД Ленинского района принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесено соответствующее постановление. Законность и обоснованность этих решений изучены со стороны прокуратуры Ленинского района и составлены соответствующие заключения. По остальным проводится либо доследственная проверка, а по одному факту, который я выше отметил, проводится уже расследование в рамках возбужденного уголовного дела. Вот, допустим, сейчас проводится расследование милиции именно конкретно по возбужденному уголовному делу. Если вот эта вот причастность именно к подкупу избирателей, к подкупу голосов избирателей, она будет доказана, что будет дальше? В случае, это прерогатива следственных органов, в случае достаточности доказательств, указывающих на осуществление подкупа голосов со стороны кандидатов, депутатов Джоркенешской Республики, то следственные органы в соответствии с конституционным законом о выборах президента Хрисской Республики, депутатов Джоркенешской Республики могут обратиться нам с ходатайством от дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности. Потому что, как вы знаете, кандидаты и депутаты Джоркенеш на период выборной кампании обладают иммунитетом, то есть имеют неприкосновенность. В данном случае тогда Центральная избирательная комиссия на своем заседании рассмотрит эти материалы. Если посчитает, что действительно собраны достаточные доказательства, указывающие на подкуп голосов избирателей, мы даем, возможно, это. Мы можем дать согласие на привлечение к уголовной ответственности и потом уже следственные органы при наличии достаточных доказательств могут привлечь к уголовной ответственности кандидатов, депутаты. И здесь необходимо еще отметить, что данный факт как может повлиять в целом на итоги выборов. И вот я несколько раз ссылался на конституционный закон Хрисской Республики о выборах президента Хрисской Республики, депутатов Джоркенеша Хрисской Республики. И в статье 37 указан порядок определения результатов выборов. И в части 4 прим. 1 здесь четко указано, что Центральная избирательная комиссия вправе признать итоги голосования по кандидату недействительными, если во время подготовки выборов, проведения голосования, по счету голосов, установления итогов голосования имели место нарушения со стороны кандидата, которые не позволяют с достоверностью установить итоги голосования или повлияли на воле и изъявления избирателей. В этой же статье 37, в части 6, пунктом 2 указано, что если признанные недействительными итоги голосования по кандидату охватывают более 1,3 избирателей от общего числа принявших участие в голосовании, то есть более 30%, то Центральная избирательная комиссия признает результаты выборов недействительными. То есть это означает новые выборы. То есть если вдруг причастность будет доказана, если ЦИК примет решение эти выборы, то есть итоги этих выборов признать недействительными, могут быть переназначены новые выборы? Да, в соответствии с законодательством в течение одного месяца ЦИК назначает новые выборы. Ну это почему 1,3 указана эта норма, по примеру Ниалья Злодеева, допустим, она-то получила по предварительным данным, по данным автоматизированных считывающих УРН, 35,83% голосов от общего числа принявших участие в голосовании. Поэтому эта норма может быть применена. В течение месяца, да, вы говорите? Нет, нет, нет. Нет в течение месяца перевыборы? Да, в течение месяца ЦИК назначает новые выборы, но опять-таки в соответствии с законом, с требованиями закона, до 11 июня текущего года ЦИК должна подвести итоги голосования по Ленинскому округу. Ну и естественно, заинтересованные лица в случае не согласия с решением ЦИК, они вправе обжаловать его в суде. А вот если, допустим, мы все-таки переназначили выборы, у нас назначены новые выборы в течение месяца, это получается после 11 июня будет известно же, правильно? После подведения итогов, если мы итоги признаем недействительными, либо утверждаем, ну какое-либо решение, если мы принимаем, то с этого момента, начиная, в течение месяца, в случае признания недействительными, ЦИК назначает новые выборы. А в новых выборах, в новой гонке, этот кандидат уже не может принимать участие? Не может, не может. Потому что именно этот кандидат стал причиной отмены, признания итогов голосования недействительными. А остальные могут участвовать. А к какой конкретно ответственности может быть привлечен нарушивший кандидат? Ну, уголовный кодекс предусматривает уголовные преследования и наказания в рамках уголовного кодекса. Это проводится расследование. В случае сбора достаточных доказательств, указывающих на совершение кандидатом уголовного наказуемого деяния, следователи предъявляют обвинение, утверждают у прокурора и направляют дело для рассмотрения по существу в суд. И уже суд окончательно принимает решение. А сама кандидат Домира Незалиева, она что отвечает на эту ситуацию? Я не могу сказать, что она отвечает, потому что к нам ни она, ни уполномоченные их представители не приходили. Ну, наверное, скорее всего, они отвечают представителям средств массовой информации. Ну, вот, насколько нам известно, они вот как раз-таки в соцсетях выходят информация о том, что она отрицает свою причастность к этому делу, и она говорит, что это является вбросом, провокацией со стороны других кандидатов в депутаты. Может ли быть это правдой? Нет, ну... Насколько? Ну, юридическую оценку действиям тех или иных лиц дают правоохранительные органы. Поэтому, опять-таки же, в соответствии с этим конституционным законом, Центральная избирательная комиссия во взаимодействии с другими государственными органами принимает решение. То есть, мы не можем давать правовую оценку по уголовным делам, это правоохранительные органы. Естественно, все доводы всех сторон должны быть тщательно изучены, должно быть обеспечено всестороннее полное и объективное исследование всех обстоятельств дела, на то есть необходимые экспертизы, например, по вот этой записи, аудиозаписи, возможно, будет назначена фоноскопическая экспертиза, которая однозначно даст заключение, кому этот голос принадлежит. А по каким видам нарушений еще заводятся уголовные дела? Ну, то, что касается избирательного процесса, то это подкуп голосов избирателей. Например, в случае нарушения условий агитации, то применяется уже административный кодекс о правонарушениях, которым может применить территориальная избирательная комиссия, центральная избирательная комиссия. У нас вот были случаи, когда мы выносили предупреждение и оштрафовали кандидата в депутаты. Вот во время этого выборного процесса уже было такое, да? Да, да. Там был факт, когда без разрешения владельца одного здания был вывешен плакат одного из кандидатов с нарушениями законодательства. А вот вы говорите, что если у кандидата более трети голосов, то получается переназначаются новые выборы. А если, допустим, по итогам ручного подсчета бюллетеней у нее не выйдет 30%? Ну, как показывает практика, данные автоматизированных считывающих УРН и результаты ручного подсчета, они практически идентичны. Да, потому что это результат той реформы, которая осуществлена в Харьковской республике. И вот практика показывает, что там разница небольшая. Ну, там может быть 0,00 какой-то процент. Допустим, давайте теоретически. Да, если будет, да, если трог. Допустим, что менее трети, например, голосов, которые признаны недействительными, тогда выборы признаются состоявшимися. Этот кандидат, который нарушил нормы выборного законодательства, мы отменяем регистрацию этого кандидата, и мандат получает второй по списку кандидат, который получил наибольшее количество голосов. Но в данном случае здесь идет применимо действие вышеуказанной мной статьи 37-й о подведении итогов голосования. А, допустим, те же выборы в парламент, но по партийным спискам. Если вдруг, допустим, какая-то партия тоже нарушает законы, такие же меры действуют. То же самое, да. А там же, допустим, по спискам же идет именно депутатов. Это конкретно в отношении одного человека будет, или конкретно к партии в общем? Здесь партия. Будет это в отношении партии. Он отменяется, регистрация в целом партии. Опять-таки, здесь должен иметь характер системности массовый, то есть, опять-таки, не менее третий голосов. А если, допустим, в этой же партии, только в отношении одного человека такие факты зарегистрируются? Если, например, в отношении одного человека, то это в отношении одного человека. Партия уже, получается, не при чем будет, да? Да, да. А вот если, допустим, посмотрим на опыт прошлых выборов, да? Были ли такие ситуации на прошлых выборах? Там, в местной кенеши, в парламент тот же, президентские выборы? Такие моменты были, но в основном санкции были следующего характера. Мы выносили предупреждения, и по кандидатам, по одномандатным округам, мы также выносили предупреждения и оштрафовали. А так, чтобы целиком снять партию, звонки такого не было. А вот, смотрите, я вот ранее спросила, да, насчет подобных случаев и нарушений со стороны других кандидатов, именно подкуп голосов. Их тоже так же привлекают к такой же ответственности? Нет, ответственность, она одинакова. Подкуп голосов – это уголовно наказуемое деяние, предусмотрено в пользу лишения свободы. Ну, это уже применяет суд, как говорится. И они все похожи здесь. Ну, опять-таки, видите, квалификацией, правонарушения такого характера занимаются следователи правоохранительных органов и надзирающий прокурор. Поэтому мне как-то вот не тактично говорить, что, ну, там, толковать, квалифицировать, говорить, что это вот так, что это вот так. Потому что соответствующие государственные органы, в данном случае правоохранительные, они должны давать юридическую оценку действиям виновных лиц. То есть, получается, если человек даже не попадает в лидирующие строчки, допустим, да, по-любому, если имеется факт подкупа голосов, и если это все стало известно, и при том, что это все доказано, то по-любому этот человек будет привлечен к уголовной ответственности. Да, и мы отменяем его регистрацию. Вне зависимости, сколько он голосов получил, вне зависимости, победил он или нет, пусть даже, может, он последнее место занял, все равно это распространяется на всех кандидатов. А на будущих выборах эти люди могут потом принимать участие? Виновные в нарушении кандидата, они не имеют права участвовать в новых выборах. Вообще никогда, получается? Нет. Или через какое время аннулируется? Сейчас же идут же выборы в седьмом созове. Это мы ведем разговор о седьмом созове. Получается, только в этом созове действуют, да? Спасибо вам большое за предоставленные ответы. А я напомню, что 29 мая в Центр избирком поступило сообщение о возможном подкупе голосов избирателей со стороны кандидатов депутата Джугур-Кукинеша по Ленинскому одномандатному округу Дамиры Незаливы. Материалы незамедлительно были переданы для проверки и дачи правовой оценки государственным правоохранительным органам. И начата доследственная проверка. Более подробно на эту тему мы поговорили с заместителем председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдума Танчетекбеком Шайназаровым. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова